Зачастую водители настолько торопятся подъехать к перекрестку, что нарушают правила дорожного движения, пересекают стоп-линию или заезжают за соответствующий знак. За это в Кодексе административных правонарушений предусмотрено наказание – 800 рублей штрафа. На сегодняшний день, с начала года, сотрудниками отдельного батальона ДПС было составлено 812 административных материалов по статье 12.12 Кодекса об административных правонарушениях. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эта цифра составляла 689. То есть, достаточно частое нарушение. Согласно правилам дорожного движения, водитель должен остановиться перед стоп-линией, если зеленый сигнал светофора уже погас. Если водитель продолжает движение, несмотря на запрещающий сигнал, он нарушает. Запрещается также заезд за стоп-линию только передними колесами. Сами водители рассказывают, многие автовладельцы пренебрегают этим правилом и игнорируют знак и разметку. Очень часто нарушают и очень часто заезжают, что очень мешает иногда. По крайней мере, нам, учебным автомобилям. Стоп-линия на дороге нужна для того, чтобы автовладелец не создавал помех для движения пешеходов через проезжую часть и не закрывал обзор для водителей, находящихся на других полосах. Как вы думаете, зачем нужна стоп-линия? Перед пешеходным переходом специально. Специально для того, чтобы остановиться перед пешеходным переходом. Для того, чтобы не создать аварийную ситуацию, чтобы не сбить пешеходов. В ближайшем будущем следить за соблюдением этого правила дорожного движения будут не только сотрудники госавтоинспекции, но и установленные на перекрестках приборы видеофиксации. Сейчас в тестовом режиме работает одна такая камера. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.